Торговые марки подгузников российских торговых сетей по доле продаж впервые опередили иностранные бренды, в частности, с лидирующей позиции сместили американский бренд Pampas, сообщает коммерсант. Россияне стали отдавать предпочтение отечественной продукции после того, как на рынке резко сократилось число зарубежных товаров, поскольку многие производители ограничили или вовсе прекратили деятельность в стране. Самыми популярными брендами подгузников у россиян стали собственные торговые марки STM местных ритилеров, например, Каспер и Наанай от сети Магнит. По данным Магниты и Ленты, доля продаж Pampers'ов STM в общих продажах достигла 40%. Многие ритилеры отметили рост спроса на подгузники собственных марок с весны 2022 года. В Магните сообщили, что с начала года товары STM вытеснили иностранные бренды, их доля в общих продажах подгузников увеличилась на 16%. В Ленте отметили рост продаж этой продукции на 70%. По данным исследовательской компании Nilsson IQ, торговые бренды подгузников розничных сетей вышли на первое место по продажам в денежном выражении с долей более 30%. При этом объем продаж подгузников STM увеличился на 130% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом, в натуральном – на 60%. Участники рынка связали интерес россиян к товарам STM с тем, что в последнее время приобрести подгузники зарубежных брендов стало труднее, кроме того, цены на популярные иностранные марки резко выросли. В то же время продукция российских ретиллеров отличается доступностью и более низким ценообразованием. При этом, если экономическая ситуация в стране начнет улучшаться, а зарубежные бренды возобновят маркетинговую активность, потребители, скорее всего, вернутся к покупкам товаров привычных брендов даже в более высокой ценовой категории, считается основатель NAPI-клаб Роман Квинникадзе. Большая часть товаров STM, поставляемой на полке российских магазинов, производится в Китае, а текущие валютные курсы способствуют более комфортной цене на такую продукцию, сказал Квинникадзе. Он также отмечает, что в текущем году продажи на российском рынке упали не только у Pampas, а также у подгузников американского бренда Huggies, Kimberley Clark и японского Marais. Компания Practo & Gamble, производитель проклада Colways, Начерла и Дискрит, подгузников Pampas, тампонов Tempex и прочих товаров, заявила о сокращении продуктового портфеля в России после начала военных действий на Украине. Поставщик решил продавать в стране только товары первой необходимости. В ответ на санкции, запрещающие ввоз ряда товаров в Россию, местные производители решили наладить выпуск прокладок и подгузников из отечественного сырья. Продукцию создают из российской целлюлозы.